Потом в современном мире, несмотря на то, что превалирует экономика, это все идет через культуру, через конечные обороты, искусство, даже кухня, все это смешает народы, и в том числе и книги. Я помню с этим согласно, тем более, что я сталкиваюсь с таким моментом. Приходя просто в магазин, есть там открыточки, на которые зарисованы литерские пруды, и на обратной стороне рецепт, как готовить, и так далее, и так далее. Но сейчас, как мы соединяем культуру с колоннами, сейчас на данный момент у нас есть проект, который превышает, например, на следующей неделе, с пандемией, о вопросе через Москву, но тем не менее, превышает инвесторы, которые хотят вкладывать деньги на производство и импортирование нашего татарского меда на венгерскую землю. Удивительно. Вот вам чак-чак, вот вам калиноли, калиноли, та же самая. А наши медленники имеют такую возможность, как бы этот мед реализовывать, потому что мед, на самом деле, в венгрии очень много, и у них пчелы совершенно другие, у них цветы совершенно другие, и мед как вода жидкая. Я всегда лёд привожу в своем чемодане через самолеты, и каждый раз их угощаю. Чак-чаки, если там у нас, например, встречу, в парламенте, я нашему кулинару звоню и говорю, пожалуйста, меня научите, как этот чак-чак изготовить, потому что я понимаю, что сюда я его не успею привезти, и поэтому начальник, значит, готовлю всяческие художественные методы, естественно, применяю, даже чак-чак, вы знаете, сделаю так, что я его покрасила пищевой краской, и моя мама учила то, что я делаю, да, то есть вы же знаете, да, потом вот эти астрочки и розочки. Розочки я сделала в красном цвете, то, что я сделала в жёлтом цвете, астрой, и, ну, чак-чак, это всё сделаю как бы украсим. То есть творческая подача, она, конечно, естественно, запомнилась в одном месте вы, а как бы это вкусно, вот мы просто не хотим наше произведение искусства как бы портить. И тем не менее, это часть культуры, это часть запоминания нас о татар и продвижения, то есть это действительно соприкасается, одно тянет только пользу собой. Поэтому книги, вы знаете, книги, это очень, как бы очень актуальная тема, почему я говорю о том, что там, значит, проходит на большой улице посольство Андерши, каждый день проходит День культуры Венгерской. Причём есть, как бы, вот такое предложение, мы же идём сразу широкой дорогой, то есть мы не можем как бы идти так очень скромно. Значит, они очень ярко начинали с этники, то есть про лошадя. Вот то, что площадь героев, вы видели, там, значит, семь вождей, которые жёны булгарки, они выходят каждый год на лошадях в этом же одеянии, по этой улице Андерши. Потом, значит, у них огромная, большая международная выставка. То есть все представляют свои, все посольства, естественно, есть литература и так далее, и так далее. А Татарстане никто ничего не знает. Русские посольства – да. То есть о России, Москва – да, Петербург – да. Но мы тоже третья столица. Давайте завоёвывать, как бы, внимание и о нас, на войне, по путём книжного издательства. Тем более, что, как вы правильно сказали, в Германии она, как бы, может быть присутствовать. Параллель, архитектура, однозначно, академия наук, однозначно. Почему? Потому что есть татарская низменность, до сих пор сохранившаяся. На полдорских рунах написано венгерское поселение. Ты едешь по дороге, я была просто ошарашена этим, как бы, видением. Значит, поселение с аноминами, крышами, помните? Раньше, вот я просто помню, у нас у бабушки, я в Казалбайраке, мама моя рассказывала о самих сайдашах, где он писал. То есть в нашем доме он был таким очень любимым гостем. Вот. И я помню вот эти соломенные крыши, которые до сих пор сохранились венгрии. Вот такие же приблизительно дома, которые у нас стояли в нашем Татарстане. В моём детстве я это помню. И поэтому и на болгарском языке это поселение, значит, с нижней стороны в рулонах написано, а сверху на венгерском языке написано. Поселение венгерское. Но, значит, вон, кишку пересказа. Когда это одно название, вот я учила целую неделю, никак не могла запомнить. Но когда мне его перевели, да, киш – это маленький, хон – это хоны, фень – это высокий, петь – это один, да, то есть в любом случае. И хаза – это дом. Маленький хон в большом доме. Что это говорит? Вам ничто это не напоминает. В принципе, хоны это могут. По истории, правда? То есть мы же связаны с этим, по-человечески. Поэтому вот даже такие вот вещи порой очень удивляют, что они сохранённые до сих пор. То есть я хочу сказать, наше пребывание там настолько будет насыщенным, когда вы точно будете понимать, что наши предки, они до сих пор живы. И самое интересное, что поскольку вот опять о мусульманстве, я хочу сказать, то есть вы тоже в своих книгах это можете напечатать. Митя Вершарьковичу я привезла одну, значит, научную работу в виде книги, опять-таки книги. Она переведена от историка древнего генгерского. Он сам мусульманин. Говорит на арабском и генгерском языке, на катарском, конечно, нет. Но в любом случае у него есть молитвый дом. Один единственный молитвый дом в Дагеште. Он присутствует. Анграш, он как бы проповедовал мусульманство и религию. И написал вот эти изданные книги на крестном языке. Речь о Болгарах. Как обознавался, как пришёл народ, как он обознавался, как он ассимилировал, как он остался. Какие есть самосохранённые источники и так далее, и так далее. То есть работа для художников настолько многогранит, что бриллиант меркнет от вот этого, то, что мы будем творить послезавтра, как будем творить. Поэтому книги, вот даже в этом формате, что день, значит, национальный день, это Генгерский. И если мы свою палатку поставим с нашей литературой, очень было бы интересно. Причём самое интересное, что для них очень, как бы, кукольный вот этот направление театральности, они его потеряли. Музыка. 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 Музыка.